здравствуйте друзья вы думаете где это где это оказался михаил в какой степи в каком забытом уголке соединенных штатов это можно сказать самый центр кремниевой долины практически и мы сейчас заедем на мост друзья просто мы приближаемся к мосту мост этот перекинулся через залив сан-франциско-бэй тут таких мостов несколько но вот один из них и мы по этому мосту переедем на ту сторону залива вы можете сказать если михаил живет по эту сторону залива то почему же он едет на ту сторону залива я вам отвечу на той стороне залива находится город окленд там уже почти вот напротив сан-франциско он находится на той стороне залива и чего бы мне там вообще делать в городе окленде но некоторое время назад если вы помните те кто нас регулярно смотрит мы ездили туда в скандинавский магазин покупать селедку бочковую но это совершенно так и другой у нас повод нынче вы видите этот сан-франциско-бэй я не уверен что вам здорово видно но вы может быть видите полидоры такие его высушивают и вот так некоторое время мы ехали по высушенной части такой поэтому ощущение такое степное он и он загнивает потому что про точности ему не хватает вот он немножко загнивает и тут много-много этих пользователей вообще это такой заказник там птички живут и там нельзя не безобразничать никакой деятельности хозяйственной вести тут наверное шума много от того что мы по этому мосту едем но вот такая вот картинка давайте может быть камеру чуть в бок поверну может вам так интереснее быть да ну что сказать вот так да а чего мне бог не делать конечно сказал есть такая организация которая курирует но грубо говоря дает прикурить можно сказать так переводим слово курирует дает прикурить учебным заведением вот в частности нам тоже и они всякие правила там устанавливают процедуры разные эти правила процедуры периодически меняются учебные заведения должны быть это называется комплайнс вот в этом состоянии комплайнс соответствие вот и соответственно они проводят свои семинары это происходит два раза в месяц один раз это происходит в южной калифорнии а второй раз в северной мы с вами сейчас в северной нужно это было бы там лос-анджелес сан-диего orange каунти там и так далее санта-барбара кстати да если кто интересуется значит так вот а у нас северная но тоже здоровенная территория и я выбрал окланд потому что это относительно близко от нас это 40 мили вот от моего дома от школы может быть было бы там 35 не знаю в общем в 10 утра я еду и то что вы видите это состояние движение на дороге в 8 45 утра вы может быть видите что в нашу сторону вообще никто не едет а навстречу нам все-таки движение есть но это правильно потому что это люди едут в кремниевую долину там есть работа вот а мы едем на ту сторону там работы меньше но и там дешевле жилье не не сказочно дешевле но вы дешевле попроще вот и самая дорога на которой мы сейчас выйдем номер восемьсот восемьдесят она будет называться мы пока еще не доехали но скоро доедем вот этот хайвей восемьсот восемьдесят и он существенно отличается от например сто первого который вы тут основной в кремниевой долине в первую очередь отличается количеством громадных таких фур которые там перевозят я уж не знаю там все на свете перевозят у нас тоже они есть но у нас их немного а тот прямо много 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 вот вы видите на самом деле территории которые высушены или там недавно высушены вот там слева справа тут еще запах такой знаете пахнет сероводородом пахнет вот если кто-то из вас бывал в городе горячий ключ вот там значит эти самые источники сероводородная я когда-то там был студенческие годы мы со светланой получили какую-то путевку за 5 рублей вместе связи горело у них и поехали вот были такие молодожены мы вот там также пахло хорошо хорошо вот и то что вы видите вот эти строения справа это все на отвоёванные некогда территории купить там тут технопарки строят и гостиницы строят тут много чего строить вот ведь там справа здание написано а пассивик ресерч центр вот освобождается русская место для развития кремниевой долины еще немножко и мы окажемся на хайвее 880 я просто так там показываю дорогу вам может показаться что тут вообще кроме меня никто не ездит никогда но это не совсем так это в принципе достаточно насыщенная такая дорога может быть время или там направление так как то получилось что я тут один даже мне неудобно думаешь что что для меня такую дорогу отгрохали три полосы а я один мы проезжаем тут есть такой локальный частный университет называется деврай два слова теги и в рай веарки я рвай я здесь арбай это такой как бы тоже достаточно достаточно известный и в общем-то популярный университет кремниевый долине если кто интересуется образование может поискать погуглить пошукать вот пошукать гуглом по сети вот так вот скажем вот уже вы видите знак знак говорит счастье будет хайвей вот видите как на оклад три четверти мили три четверти мили и будет поворот на хайвей на оклад и не только оклад там если дальше ехать можно очень далеко уехать друзья вы сидите как далеко можно уехать вот мы развилочку проходим тут какие-то какой-то транспорт появился мы его обходим на небольшой скорости обходим 60 миль но не поможет притормаживать на поворот а теперь мы будем притормаживать и тоже проскакиваем желтенький проскакиваем молодцы молодцы проскочили на желтенький все хорошо и сейчас перед нами откроется панорама 880 хайвей да ведь этот навигатор что-то подсказывает я на всякий случай включил чтобы так бывает задумаешься о чем-то я поэтому люблю ездить когда в компании кто-то есть я один не люблю за рулем могу о чем-то задуматься и пропустить выход там какой-нибудь вот он друзья 880 смотрите как даже нельзя сказать что 8 часов 51 минута утра он какой-то сильно перегруженный нет такого во всяком случае пока что очень ничего пока что очень ничего хотя у меня чисто субъективно такое впечатление что навстречу нам движение более интенсивное вот хотел вам большие фуры показать но они есть вы видите но не так много хотя есть конечно есть не сравнить вот с нашим что первым не сравни так ну что же я думаю что я пока сделаю перерыв вот в нашей трансляции если что интересненькое попадется я сниму а если не попадется я тогда может быть когда мы до окланда доедем я вам покажу немножко езду по городу окланду счастливо вот к слову о карпульной полосе слева от меня карпульная полоса то есть если у тебя в автомобиле больше чем один человек то можно по ней ехать в разрешенное время видите знак слева такой вертикальная полосочка и говорит что с пяти до девяти из трех до семи и она же указывает сколько человек карпу ведь написано вот вот то что слева стоит два человека или больше на транспортное средство значит определяет сколько бывает что три бы такие дороги где нужно три вот соответственно мы туда выпусти не можем ближайшие шесть минут хотя вот мужик передо мной видите сорвался он там один и поехал было время очень популярно было такие куклы сажали и вроде тебя два вот но за это сильно штрафуют и как-то вот мода на куклы ушла я кстати посматриваю на кто едет вот по карпульной полосе и что-то там не вижу чтоб по двое но автобус ладно участвует поет автобус вовить вот а так вроде бы они там прекрасно по одному сидят но нарушают могут могут оштрафовать сильно если остановят да так что мы не нарушаем мы люди законопослушные еще пять минут и тогда уже забьемся в ту полосу если что вот к вопросу о карпульности да друзья хорошая иллюстрация к теме преимуществ движения против движения смотрите вот сколько их тут слева движутся движутся а мы свободненько так что с утра значит вывод с утра хорошо ехать в сторону окланда и плохо ехать в сторону из окланда в этом случае в нашем направлении явно симпатичнее так вот видите табличка написана окленд 880 на окленд едем себе никого не трогаем я то на самом деле вышел сильно заранее потому что очень не люблю опаздывать когда ну как-то не люблю вот я вышел сильно заранее ну ничего страшного там кофейку где-нибудь попьем продолжаем движение а уже девять часов и три минуты кстати и вот та полоса которая слева если она не перестала быть карпульная бывают участки где карпульная полоса уже не карпульная больше вот так вот вот эта полоса даже если бы она и была карпульная по ней уже можно ехать вот друзья я вам обещал большие фуры на дороге пожалуйста вот они тут не только фуры конечно тут вот мы видим какой-то такой автотранспорт вот справа да сыпучие грузы какие-нибудь перевозят вот они фуры вот они тут много складских таких помещений где сортируют куда привозят товар сортируют перепасовывать дальше отправляют земля подешевле поэтому здесь как-то более эффективно размещать такого рода предприятия нежели например в кремниевой долине где земля реально дорогая намного дороже чем тут хотя если вы думаете что здесь сильно дешево это не так здесь дешевле но не сильно но не сильно вот какая езда смотрите это 880 хайвей во всей его красе он всегда такой а я уже думал мне и не удастся вам показать нормально вот пожалуйста в салоне сейчас не так шумно потому что я медленно еду сейчас 25 миль вот а то как разгонишь что-то становится шумно дорога шершавая да да однако друзья приближаемся к городу оклендс видите это чувствуется в самых разных проявлениях на самом деле не знаю видно ли вам но впереди уже вот окленд уже там какие-то большие здания появляются но все это еще так довольно далеко вот ладно делаем небольшой перерыв вот да вот встречное движение тоже есть видите вот такая вот индустриальная не хожу же сильно побитая но не в идеальном состоянии дорога вот многие из вас даже не зная фактической стороны могут догадаться что здесь довольно существенный процент населения родом из африки так как бы ну не не прям сейчас а так в каком-то поколении конечно попроще подешевле по пролетарские вот как то так в окленде есть порт и в свое время во время второй мировой войны сюда привезли из нью-йорка много рабочих в этот порт потому что он приобретал важное значение в связи с войной на тихом тихоокеанском фронте военных действий и вот таким образом здесь возникло много афроамериканцев раньше не было в калифорнии как то так исторически не было а вот во время войны вот именно в оклендский порт завезли много народу с тех пор есть хотел видеть афи перерыв сделать но тут так интересно значит выбить характер движения и мне кажется это познавательно плюс я вам байк всякие травлю тоже я же я же вас не заставляю скучать что там еще про окленд сказать моя одна из первых работ моих вторая была в окленде первая была в сан-франциско ну мы жили в сан-франциско я там преподавал в корейском центре а вторая была работа я преподавал в окленде это был не корейский центр а китайский си ардиси так это аббреватова такая чайнис ресурсы девелопмент центр при всем при том что один был корейский а другой китайский они все равно были такие достаточно открытые здесь вот в окленде там китайцев вообще почти не было белые черные там кто угодно и им государство субсидирует всякие программы для повышения квалификации там безработных и так далее вот я в такой программе и работал там несколько часов в день у меня было 3 часа в день и мне платили по 10 долларов в час вот и 2 часа в сан-франциско но уже по 15 так что вот у меня уже появился автомобиль в то время я так раз на автомобиль через мостик ну вот не тот где мы ехали а через другой из сан-франциско в окленд идет отдельный мост и вот туда раз через мост значит и там по преподаешь и обратно так что для меня окленд как бы почти родное место во всяком случае есть что вспомнить да ну вот то что у вас сейчас на экранах вот прямо сейчас это такой типичный типичный 880 это вот может быть там процентов 80 езды по этой дороге это вот то что вы сейчас видите а в целом место по которому мы едем называется East Bay значит есть пенинсула полуостров то где мы находимся и школа нашей и сан-франциско там на севере и так далее вот это пенинсула а с другой стороны залива находится East Bay значит сам этот бэй залив разделяет пенинсула и East Bay где мы сейчас движемся вот видите люди по мостику такого переходят над хайвеем сверху школьники такое ощущение что идут да ладно вот друзья мы продолжаем наш репортаж с 880 хайвея вы скажете а что изменилось то ничего но просто не смог удержаться чтобы показать вам вот вот это зрелище справа посмотрите как это величественно как это вдохновляет есть друзья много грузов у нас в стране которые которые нужно перевозить в конечном счете все это попадает к нам с вами ну прямо или косвенно конечно не бесплатно за все надо платить в этой жизни но вы посмотрите сколько посмотрите сколько не оскудевают закрома родины сколько всего надо перевести да приятно ехать по дороге где знаете много материальных ценностей вокруг тебя не то что там какие-то ободранные тачки ржавые нет но это тоже есть конечно ржавые ободранные тачки тоже есть но понимаете когда движутся потоком материальные ценности и это же не танки это не что там бывают еще не боевые машины и пехоты не ракеты какие-нибудь направленные против мирного населения а вот так вот хорошо друзья будете выбирать место для жизни присмотритесь к городу окленд что прямо таки напротив сан-франциско с той стороны залива который называется сан-франциско бей слева тоже вот там очень впечатляющее такое все индустриальное там много рабочих мест вот ну таких для пролетариата в целом там починить это драть припаять приварить ну в общем есть работа вот а на самом деле вот в просвет видно там если с дороги съехать очень живописно там холмы замечательные там люди живут и недвижимость вполне приятная такая красивая там неплохо просто дорога такая знаете место не самое ну чисто зрелищно может быть не самое вдохновляющее а там вот буквально рядышком и холмики и деревья и садики там и фрукты растут кто посадил у того растут если птицы не склюют мы поэтому не сажаем что птицы склёвывают но вот так а лимоны не едят птички не клюют наши лимоны поэтому у нас все в лимонах сливы персики не сажаем вы видите справа старые дома старые викторианские такие очень такой застройки давней вот уже окленд вот он там за забором мы через три с половиной мили съедем в город в город я тогда вам покажу что там делается в пределах городской черты вот смотрите друзья там впереди у нас красиво там даунтаун там высокие здания красивые здесь у нас цистерны с нефтью наверное это отдельно вот я надеюсь что вы видите вон там справа вообще даунтаун окленд очень красивый очень вот еще одно включение мы по мостику тут переезжаем над непонятно чем и вот с верхотуры такой немножко обозреваем за оклендом туда на север будет Бёркли вот тот самый Бёркли где находится местный университет который в общем-то на весь мир известен DC Бёркли вот туда еще проехать там буквально немножко и будет Бёркли И в городе находимся И через полмили будем съезжать Но давайте, может быть, я не буду пока выключаться Потому что мы уже Вот-вот съедем Уже такое качество дорожного покрытия Такое городское Как положено Такое трясет Подбрасывает И до точки До пункта назначения Нам буквально Всего ничего Одна миля осталось Если я нигде не проскочу Лишнего Место незнакомое Я тут Ориентируюсь по навигатору Давай, говорит, направо Пошли направо Дальше Так Не так все страшно, правда? Смотрите как Все Вот мы поворачиваем направо И мы уже Натурально в городе Уходим от хайвея Раз О-о-о Лепота Да Обратите внимание Вот справа Синенькая зданица Это все такое Ну тут и, конечно, со всех сторон интересно И слева тоже они есть Вот такие они старенькие И вот слева тоже Вот эти вот стоят Они старенькие Да Так, ладно Едем Так, я тут камерой для вас верчу О как Интересно Люди живут Когда-то Окленд был Абсолютно помойным местом Страшно было заезжать В даунтаун Лет там Двадцать назад А За последние годы Очень расстроился Стал таким симпатичным В общем-то Так, это я правильно Поворачиваюсь Клей, да Где-то здесь О как Смотрите, куда мы попали Так вот Да Вон туда Смотрите, какой высокий Пу-пу-пу-пу Так, надо теперь понять Куда я приехал-то Значит, мне нужно Так Он там впереди стоит Видите, мигает Это типичное дело Для даунтаунов Вот так встал Огни включил Сперва все должны Объезжать Так Это сплошь и рядом Такое у нас делается Так, ну мы и объезжаем Приятного Горец Так Ну что, друзья Надо запарковаться Где-нибудь А вот слева, кстати И это самое Слева и паркинг есть А вот тут написано State of California Видите, это государственное Какое-то здание А вон компания AskJeeves Видите, вот сверху написано Ask Вот это Лого компании AskJeeves Так Они меня приперли Тут немножко Ну-ка, ребята, дайте Я проеду Так Окей И Экзит-экзит Энтер Что, не пускают, что ли? Нет, говорит Ты смотри Ладно, будем искать паркинг В итоге, друзья Вот тут я запарковался В этом страшном месте 11 долларов До трех часов можно стоять Хотя Может быть, это он меня Дезинформировал В общем, вот там 11 долларов Flat fee А это вот здание В которое я пошел Видите, как Говермент у нас Неплохо Размещается И тут у нас А, пахнет хорошо Кафешечка Шикарная кафешечка Вот Такой у нас антураж Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok